Добрый день! Сегодня хотелось бы поговорить с вами о том, что поможет нам с вами обрести душевный мир. У многих из нас сегодня этот душевный мир либо утерян, либо растрачен. Так многие из нас волнуются, переживают. Не случайно сегодня так много различных заболеваний, причиной у которых стрессы, нервы, раздражительность. Давайте успокоимся, давайте с вами поговорим о том, что сделает нас более спокойными и умиротворенными. Причем нам не понадобятся никакие какие-то экстрасенсорные моменты, нам не понадобятся какие-то лекарства. Мы постараемся с вами только прислушаться к тому, о чем сегодня будет говориться, и всего-навсего попробуем к себе применить. Итак, давайте начнем. А начнем мы с того, все-таки почему человек теряет мир. Прежде чем указать на то, как его приобрести, давайте увидим причины его утраты. Первое, почему человек теряет мир в своей душе, это скорбь о прошедшем, о прошлом. Очень многие люди, которые сегодня живут вчерашним днем, вот как было, вот какая жизнь была, и начинается вот это внутреннее пробуждение, недовольство настоящим. Первое, недовольство и скорбь о прошлом есть причина общего нашего душевного расстройства и недовольства. Второе, это тревожность о будущем. Очень многие люди переживают, а что будет завтра, что будет с нами, что будет с детьми, да и как не переживать. Кто-то скажет, вы посмотрите, что происходит в мире, наводнения, аварии, самолеты падают, войны повсеместные, болезни прогрессируют, отовсюду одни угрозы, экономические, политические, военные, межнациональные. Как жить? Какой мир? О чем вы? Вот эти тревоги о будущем, это все то, что разрушает наш еще хрупкий мир внутри нас. Вот об этом давайте не забывать. О тех причинах, разрушающих то, что уже мы имеем определенный запас. Ведь это не просто огромный камаз внутри нас, терпение, вера и любви. Это то, что определенным образом расточается. Если мы постепенно будем вот так жить, у нас вообще не останется внутри сил. Это выжатый лимон. Немножко с утра еще хватает на что-нибудь, а к вечеру ни семье, ни жене, или не мужу, детям, внукам, родственникам. Вообще сил нет. Отойдите от меня. Никого видеть не хочу. Вот причины страхов, переживаний за прошлое и за будущее. А что будет? Да все в руках Бога. Вот человек, который верит в Бога, он знает, что и волос с головы вашей не упадет без воли Отца вашего Небесного. Завтра будет Бог, который творит не только одно добро. Он творит и два, и три, и десять, и сто добрых нам к нашей жизни благодеяний. Поэтому Он есть любовь. Если мы уповаем на Бога, успокоимся, то в этом умиротворенном состоянии мы можем гораздо больше. И третье. Почему у нас происходит разрушение нашего мира душевного? Это от того, что мы неблагодарны за настоящее. Неблагодарны за то, что у нас есть свет дома. Неблагодарны за то, что у нас есть холодильник, который позволяет в такую жаркую погоду не пропасть нашим продуктам. Женщины, вспомните, как многие из вас наверняка помнят, как стирали раньше женщины руками. А теперь стирает стиральная машинка. Включил программу, добавил моющие средства, и все хорошо. Здесь даже посуду, посудомоечная машина моет. Пищу разогревает печка. Для этого надо было сходить за дровами, растопить, воды наносить из ручья или из какого-нибудь колодца на коромыслах. Вот сколько было, и люди жили, и преодолевали, а мы вообще устроены настолько сегодня в этом окружающем нас мире, и еще столько в нас недовольства современным миром и действительностью. Какой же там мир внутри останется? Когда машинка стирает, посудомойка моет, а есть еще такие, у кого и даже по полу ездят такие моющие пылесосы, и сами пыль собирают с пола. И еще недовольство у кого-то. Поэтому, когда человек скорбит о прошлом, вспоминает с ностальгией, тревожится о будущем и неблагодарен за настоящее, это уже мира нет. То есть, вот это то, с чего давайте постараемся начать. От этого нужно избавиться. В Священном Писании есть слова. Надежда неблагодарного, как зимний иней, растает и выльется, как негодная вода. На что тебе надеяться? Какой у тебя запас? С чем ты будешь жить? Надежда неблагодарного за сегодня, к Богу прежде всего, людям, которые помогали тебе во всем, чтобы ты это имел. Родителям, тем, которые заботятся о нас. Вот эта неблагодарность, она, как зимний иней, растает и выльется, как негодная вода, как помои. Твоя надежда выльется, и ничего тебе не останется. Останешься пустым, унылым и раздраженным. Вот что человек переживает, если забывает о том, почему происходят его сегодняшние проблемы. А теперь давайте все-таки коснемся того, как из этого выйти. Что нужно сделать, чтобы обрести то, что мы уже утратили своей скорбью о прошлом, своим ропотом, а может быть, тревожностью о будущем, постоянными страхами, постоянными страхами, будто мы можем что-то в этом мире изменить. Ничего в этом мире мы не изменим. Миром управляет Бог. Ни случаи, ни правители, ни мировые правители. Бог управляет этим миром. И никто другой. Вот поверьте в это и успокойтесь. Если в это не поверите, ни в чем не успокойтесь. Ни мир, ни правители, ни экономика, ничто не будет вам в радость, и ничто не успокоит раздраженной души. Но если вот успокоиться, что я не сломаю мир, не переменю его, я могу изменить мой мир внутренний, мир моей души. Вот моя забота. Потому что каждый из нас может умереть в эту минуту. И не прожить и дня. Кто-то месяц, кто-то год, кто-то несколько лет впереди. Но рано или поздно мы все предстанем пред страшным судом Бога, который действительно спросит с нас. Не за то, что ты переделал весь мир, а то, как ты обрел мир в душе своей. О чем батюшка Серафим Саровский говорил. Стяжи дух мирен, и вокруг тебя тысячи спасутся. Почему с нами люди иногда даже разговаривать не хотят? Потому что мы одно раздражение, одна ярость, одно негодование, одни недовольства. Ну, кто хотел бы из нас, постоятель, поговорить с таким человеком? Раздраженным, всегда недовольным, да еще и сквернословым по этому поводу. Конечно, хотелось бы поговорить с человеком, от которого я еще могу подчеркнуть мир, радость и успокоиться. Вот давайте об этом мы продолжим разговором. Итак, что же нам сделать, чтобы обрести душевный мир? Позовите своего мужа, если нет, жену, если она готовит сейчас на кухне, стирает, гладит. Соберитесь, послушайте, послушайте, постарайтесь исполнить то, что сейчас будет вам преподано в качестве совета. Причем, так просто услышать и постараться исполнить. И попробуйте, попробуйте на себе и потом скажете. Может, потом письмо напишите и расскажете, как получилось. Нам будет интересно. Итак, первое, для того, чтобы обрести духовный мир, даже если мы его совсем растратили, это научиться никогда никого не осуждать и никогда не хулить и не обижаться на Бога. Запомнили? Всякое наше внутреннее нестроение от раздражения и осуждения, оно восстанавливается, как после дождя растет весь растительный мир и ждет дождя. Вот после бури, после всех этих ненастей в нашей душе могут прорастеть эти ростки добра, если мы перестанем с сегодняшнего дня осуждать других людей, никого, Бог так сказал, не судите, да не судимы будете. И каким судом судите, таким и судимы будете. Не судите никого, не осуждайте никого, ни о ком плохо не говорите, положите себе за правило, если, конечно, хотите выздороветь от того состояния, которое мы уже сказали, и хотите обрести душевный мир. Постарайтесь не только людей не осуждать, но и не роптать на Бога, потому что есть люди, которые говорят, а куда Бог смотрит, а вот если бы Он был, разве бы Он это допустил, Он есть, и Он управляет, и Он видит, и Он любит, и не перестает любить каждого из нас, Он помогает нам, Он несет наши недуги, Он взял на себя наши болезни, Он искупил наши грехи, и уповая на Него, мы спасаемся, мы умиротворяемся. Запомните, первое, для того, чтобы обрести душевный мир, никого не осуждать, не роптать на Бога, и никого не осуждать. Второе, для того, чтобы его обретать, наш вожделенный душевный мир, а значит, выздоравливать от многих болезней. Поверьте, очень многие врачи-онкологи говорят, что от раздражительности, от безысходности, от уныния, у людей развиваются раковые клетки. Если хотите, это вам совет для вашего физического здоровья, но оно происходит от выздоровления изнутри, от духовного, потому что духовный мир в нас реально существует. мы должны с вами научиться понимать, что мы достойны по делам нашим приемлемым. Так сказал благоразумный разбойник, который был распят рядом со Христом, в то время, как тот, который был слева, хулил Господа, тот сказал, Господи, помяни меня, когда ты придешь во Царствие Твое. Достойны по делам нашим приемлемым. Христос без единого греха, без единой вины страдает, а мы достойное принимаем. Чтобы обрести духовный мир, давайте почаще повторять эти слова благоразумного разбойника, Господи, по делам нашим, ведь сколько у меня грехов, сколько я досаждал людям, сколько я сделал зла на земле, пока жил, сколько словом, делом, помышлением, осуждением, сколько я согрешил, и то, что я сейчас получаю, то, что имею, то, чем волнуюсь и переживаю, и то, что меня сегодня так смущает, я сам тому себе вина. А поэтому, Господи, достойное по делам моим приемлем. И третье, чтобы обрести духовный мир, давайте научимся за все Бога благодарить. А завершить нашу с вами беседу, мне хотелось бы словами митрополита Афанасия Лимасольского, который говорил, сердце человека, уповающего на Господа, не смущается и не паникует. Давайте не будем ни смущаться, ни паниковать, давайте будем надеяться на Господа, а всякие, надеющиеся на Господа, не постыдиться. Господь так и сказал, надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Храните веру православную и пусть Бог мира и любви поможет обрести вам мир в вашей душе. Всего вам доброго. Редактор субтитров